В Сарусской хоккейной дружине удалось распечатать ворота самарских спортсменов уже на первых минутах матча. Во втором периоде хозяева льда подтвердили свое преимущество и смогли забить сопернику три шайбы, получив в ответ всего одну. На перерыв команды отправились со счетом 4-1. Стали проигрывать, бежали вперед. Всем приятно, болельщикам, всем тренеру. Всем это нужно. Третий период оказался богатым на голевые моменты. С первых минут игрового отрезка соперникам удалось завладеть шайбой и забить в наши ворота гол. А после отправить еще два. Отыграться наши спортсмены смогли только в самом конце игры. Итог матча 6-4. Сейчас матчишек не хочется, но мастерства вообще никакого просто нет. Ну и безобороны играть, как вышли все, проявить свои лучшие качества впереди безобороны. А там люди-то есть, которые два раза в касса не отдадут до сходу хлопа. Самое главное достижение, что мы болельщиков саровских порадовали. Они посидели, посмотрели, порадовались за свою команду. Главный тренер хоккейного клуба «Саров» Игорь Аверкин доволен игрой своих подопечных. По его мнению, встреча с хоккейным клубом ЦСКА ВВС оказалась сложной, но ребята справились и преодолели все препятствия, которые им создавал соперник. Соперник имел преимущество территориально, так скажем, в позиционных атаках. Мы удачно поймали на контратаках, забили. Сегодня оборона играла плохо. Ну, в целом, да, молодцы, хоть до конца бились. В этом году саровская дружина не смогла пробиться в десятку лучших команд высшей хоккейной лиги. Заключительная игра в рамках ВХЛ для нашей команды пройдет 22 февраля в Ледовом дворце. Хоккейный клуб «Саров» скрестит клюшки с пензенским дизелем. Начало игры в 18.30.